что за вас не видно почему сразу то не заходите я сказал заходите добрый день почему сразу то не заходите пока вопросы достал книжку открою заранее прежде чем говорить у меня у меня даже минута одной нет времени свободного я скорее все приготовил вас нету а мне уже бежать надо люди ждут так что вы имейте ввиду заранее так нет не надо уже раз зашли будем говорить заранее приготовьте а то пошел искать положи рядом карандаш бумагу что записать у меня нет времени дорогой мой даже нисколько нету я и жил свой уже ресурс я воспользую так у нас все записывается выставляется в интернет выставляется вы не против что записывать быстро так не не против стараюсь быстро не на не надо говорите как я не торопитесь спокойно говорите я просто предупредил давайте мы вчера с вами закончили на том что крещение троекратным погружением а вот если много всяких случаев бывают я знаю людей которые окрестить не могут человека потому что он сильно больной как в таком случае таинство произошло или нет ведь кресты все равно и в больницах и лежачих и каких только людей там которые крещение хотят принять как в этом случае тогда это все оговорено в канонах вопрос они ко мне вы задаете вы спрашиваете когда человека вы спрашиваете как поступает по канонам церковь что говорит библия святая это самое недопустимое что сегодня приходят спрашивать священника он колобродит умом что попало говорит я вам отвечаю что на это есть исключение когда человек тяжело больной называется клиник другой когда он в тюрьме и третье когда он степи плененный у татар все только тогда и тогда нужно не мазать и как-то а подготовить что-то как-то и троекратно его облить облить называется облить водой три раза вот допустим человек разделся и на него сверху вылили одно ведро во имя отца второе сын и третье духа святого а как так у нас к парализованного сергея крестили там несколько слоев широкую сделали подготовили целлофан и его облили и разделе и лежа облили на на кровати а воду потом потихоньку вынесли его приподняли вылили то есть выход только один но не окропить нет конечно таких слов нету это католическая мерзость пришла к нам а попы зараженные от украины с белоруссии заразили православную церковь все развалили бритые с роду этого не было в православии это они оттуда из одного села только 47 священников я я понял работать не хотят а жирует еще знаете какой вопрос вот сейчас читаю архиепископ архиепископа рпцз аверкия таушева до труды вот и он там так негативно отзывается о экуменистах еще там 50-е годы в 60-е он писал да о тоже он и о католиках негативно отзывается о протестантах в плане того что нету у них истины нету у них вот в их церкви только только православие истина вот повыше голову сделать а то у вас там над головой большое пространство вот так вот потому чтобы не обрезал а когда вставлять будем у вас половина головы только будет так слушаю дальше говорите как-то в одном из видео слышал что вы как священство признаете плане ну духовенство католическое да что я так понял что имеет она ну благодать получается имеет она да а как же их не ереси вот например филиокве все таки мы читаем в символе веры что и же от отца исходящего да вот как с этим тогда да никак никак на это не не надо за это цепляться как почти половина святых отцов так и понимали от отца и сына василий великий говорит от отца а его брат родной григорий низкий от отца и сына еще теперь будем делить то да нам ты в те сферы лезть не надо надо разобраться с собой сколько сыновей убит абортами ну сколько благословили в чечне воевать в афганистане а вот смотрите тоже по поводу по поводу войны вот заповеди не убей как вы говорите ну категорически нельзя убивать другого человека вот даже если там родина позовет можно так сказать вот а как тогда быть в этом случае сейчас как только кончим говорить кончим вы не отходите я вам сброшу материал полный я не буду сейчас время на это тратить называется войне все взято из святых отцов канонах жития все там взято это у меня из книги к истинному православию смотрите я сошлюся на книгу а вы там по по этим по оглавлением посмотрите где войне говорится хорошо и на тех начну вот по поводу священства еще раз они там понаприняли всяких отступлений исказили веру ну католики вот дух святой у них есть получается в таинствах и так же священство вот и другие таинства если они уже далеко отошли первоначального вы принадлежите к рпц вы сами принадлежите к рпц да так теперь слушайте внимательно какие причины есть чтобы муж имел право развестись женою сколько причин по моему только блудодеяние все а сегодня патриархия приняла 12 причин можно разместись при живых женах и снова венчается 12 причин это не ереси чё нам смотреть сучки в чужом глазу когда своя лесопилка работает день и ночь вот и ответ а мне зачем они там делать так католики я к ним какого отношения не имею но у них есть законное священство это подтверждает вся московская патриархия и никогда по-другому не думала никогда нам участвовать не надо ни в экуменизме нигде но внутри себя мы знаем они имеют рукоположение от апостола петра сохранили его все бриты я никогда с этим не соглашусь что папа имеет там примат папство над всеми это тоже неверно я никогда с этим не соглашусь а остальное мы должны разбирать а два пункта которые я вообще не допускаю даже 85 лет он все еще скоблется папа сидит а то мирское все посмотри на иконы святые у нее даже сикстинская мадонна папа сик с бородой масонство разрешили быть масонами им куда это годится у нас своих столько отступления в православной церкви из 719 правил святых вселенских соборов и поместных четыреста тринадцать ежедневно нарушается четыреста тринадцать крест не полное погружение это что они ересь до 30 лет рукополагают священники в диаконы до 25 не ересь категорически это запрещено они должны быть извержены не в три погружения крести должен быть извержен 50 апостольское правило чё нам на католиков смотреть когда дома все заросло забор поваленный звери рыкают во святилище а мы католики католики нам о католиках меньше всего забота игнать тихонович а как к сергянству относиться вот священство и рпцз оно негативно относилась вот а потом объединились когда там вот рпцз тоже там как раскалываться начало то есть вот кто-то объединился с московской патриархии как они сейчас к сергянству относятся вообще епископат объединились далеко не все далеко не все они торопились скорее это путинская наказ выполнить 362 пункта своих кгб вских теперь по всем странам мира столько пришло такого успеха ни один сотрудник цру никто не имел как путин вот объединение а какие они были таки остались а как они говорят ну как никак по-другому относите не можем предательство самое гнусное самое позорное ну а теперь говорят у нас этого нет ну и пусть говорят нет а благодатность мы признаем а само действие отвратительное бесовская вас понял я признаю благодатным патриарха кирилла и все священство которое ну не отлучено я вас понял еще знаете хотел спросить вот то что касаемо сергея ради христа парализованного вот любому человеку как думаете скорбь необходимо чтобы он богу обратился кому какое количество скорби вот как сказать и господь дает а кому-то больше кому-то меньше вот он сам один только знает кому сколько надо зависит от духа может человека там вытерпит он не вытерпит но без скорби никак к богу не придет ни один говорить что не один и один мы этого не можем так не сказано а написано скорбями бог лещит и теперь вот сергей такое то а вы прочитайте первое постание коринфянам 10 глава 13 стих запишите себе его первое коринфянам 10 глава 13 стих вот вот вам ответ вы не ко мне пришли а через меня чтобы вам господь сказал вот а бог вам говорит не я писание все богодухновенно и писали святые божьи человеки будучи движимы духом святым ты это сразу раз себе заруби никуда от этого не отходи скорби знает бог и посылает нарываться не надо да будет воля твоя мы молимся все а сколько даст какому болезнь чем скорби чем скорби будет больше тем православие сильнее такую закономерность можно нет не можем мы не можем говорить мы знаем воля христова да будет на другой никогда он не болел и страдал а другой рядом находясь ничего не страдал не болел но у него другое бывает как у давида гонения потеря престола восстание сына а у иного за границу его вы пришлось бежать сколько не мог там претерпели то есть скорбей нельзя пересчитать если дело которое ты делаешь дело дело речь не о человеке идет и она не терпит никакого сопротивления она не угодно богу вот это святые говорили но если ты делаешь и скорби никакой нет то дело твое не устоит английская поговорка дело дело какое-то делаешь и ничего нельзя сделать но самое простое ты начал делать у тебя все из рук валится не речь идет ни о чем другом отделе конкретном деле я вас понял еще вопрос знаете по поводу спорта как вы говорили старообрядцы вообще даже танцевать не разрешали там это самое у себя вот а вот спорт вы недавно тут а емельяненко высказывались а федоре это же тоже такой вот жестокий спорт на радиаторские бои похоже да и вот сами спортсмены как одного батюшку слушал я как говорит ну так он смехом не смехом выразился что для души небезопасно заниматься спортом до уровня кандидата в мастера спорта остальное все ведет к тому что человек гордыня вот знаете на спортсменов посмотришь но многие знаете как не смиряются а наоборот гордыня то что ты человека победить можешь тебе это легко дается вот и ты сильнее вот это самое главенствуешь как бы такие качества развивает спорт как вы считаете вот и эти вот бои которые сейчас популяризируют у нас к чему молодежь то они приводят не к плохому разве ну сначала спорт телесное упражнение мало полезно это я говорю библию цитирую телесное упражнение мама мало полезно а духовное то есть это на все полезно имея обетование будущих благ настоящей жизни и будущей мало но она не станет бесполезным мало полезно в деревне когда работает там 20 коров надо назем вывозить все надо таскать ему не до этого а в городе когда у него ничего больше нету только один спасительный клапан ниже пояса куда ему энергию деть так из блуда то лучше вытащить его пусть он занимается там вот конкретно по каждому виду спорту поднимать большие тяжести повредил позвоночник это не нужно а бывает человек учиться бегает там другое что-то еще такое на турнике подтягиваются касается мордобоя но допустим мордобоя это есть такой был лин большой богатырь и когда допрашивали а царь деки кажется сидел рядом смотрел и брали христиан и он его сжимал его и бросал а там отверстие такое а там разные копья стоят и прочее но и один юноша не стар звать его и он видит это такая беда то он пошел тогда к своему наставнику который сидел в тюрьме и говорит благослови меня выйти на этот мордобой он говорит а победишь ты постараюсь ну горит иди он благословил его и он когда зашел и скрестил на нем руки бог лишил его сил он поднял его как сутунок то и бросил на копья то но его сразу приговорили к смерти и церковь его канонизирует нестора он больше ничего не сделал то есть смерть нанес и церковь канонизировала вот какой случай был это я рассказываю из жития святых димитрия ростовского так что тут надо по-разному смотреть раз на раз не сходится он убивал христиан я вас понял так теперь я бы мог не говорить как тогда относиться сейчас я закончу как я бы мог не говорить я не закончил я говорю не закончил я бы мог не говорить когда меня спросили там о спорте про емельяненко федора я сказал мое отношение внутренне какое я православный человек и он православный и он я вижу идет на исповедь к священнику я не согласен что он убивает но я сказал что я переживаю за него там и нос сломали там еще что то было я желаю чтобы он этого не делал но и когда показывают где-то говорят вот здесь эмельяненко потерпел поражение я никогда эти ролики не смотрю мне не нужно это почему потому что я хочу или не хочу я сочувствую ему его спокойствие ну честно сказать игнат тихонов честно сказать я тоже как за него переживаю болею мне просто отношение ваше к этому спорту хотелось узнать но я к этому спорту я отрицательно отношусь но он там уже есть и он находится там и поэтому я молюсь и смотрю господи и вразумие его но как православный я не могу желать победу который да не то что желать а я внутри себя это чувствую что я за него переживаю пьете зачем тебе это надо а когда он побеждает я поневоле поднимаю глаза к небу господи слава тебе что хоть остался живой наш подвижник то там вот так да я мог бы не говорить это никто бы это не знал что я сочувствую федору емельяненко а федору конюхову который ездить не сочувствую через океан переплывает там разные это никому не надо священником стал понял зачем медузам проповедовать я федору желаю тогда как относиться к пересветной ослябе как относиться а так что они были уже размонашены а потом пошли она это есть каноническое правило который извергает из сана а если он благословил серьги и пятимя ложится на него не надо подыгрывать написано если они возвращаются на старый как на блевотину они отреклись дали обещание богу служить куда полезли опять что кроме них в россии никого не было и что исход битвы от них решался нет конечно это была битва не нужно никому первое ушло на сражение 400 тысяч и 360 были убиты 40 человек осталось из 10 9 погибли это первого победа называется а уже через семь лет пришел тахтамыш и снова все завоевал и келью серьги радонеско сжег надо ждать уметь как говорил михаил веренович кутузов отсидеться и вот пришел михаил сергеевич и ни одного выстрела не сделал никакие гудериана тут москву не оккупировали и все рухнуло и нигде нету надо уметь ждать кутуза говорит тябу бородинское сражение никогда не начало император побудил его сделать она не нужно было не вымерли вымерзли все французы 1812 году я вас понял и на их начат вот еще по поводу дома строя вчера разговаривали с вами что на домострой что развалило в россии семью больше советская власть или вот эти вот 30 когда вроде как свобода ли вроде как разрешили ходить на должно наоборот подниматься как эта самая эта семья она все хуже и хуже становилось советское время вроде как ячейка общества ячейка общества вроде как это самое тоже как хвалили там людей поощряли вот меньше было разводов и тому подобное что повлияло так сильно на то что творится вот семьи распадаются 50 процентов разводов детей рожать не ходит никто не под 50 уже под 80 подходит 50 когда надежда константиновна крупская жена ленина говорила 17 процентов разводов национальная катастрофа ну вот и все они там не так что послужило это не одно условие в первую очередь священство не показывала примера никакого второе домашние условия у человека стали улучшаться и совсем о боге забыли родители не научены проповеди нету ничего не знают а вот посмотрим конкретно ну какие там были баптисты пятидесятники на них это никак не повлияло а когда в поехали точно так же ослабели и опять везде в спортивных секциях везде позаписались оттуда приезжают люди жалуются такие были крепкие так вот понял а еще знаете что вот частенько я там со священниками с некоторыми полемизирую в интернете там отвечаю комментарии даю на их ролики вот по поводу храма который строился в екатеринбурге хотели строить я вот с вами согласен например православные должны уступить вот потому что общество атеистическое сейчас будет еще только хуже насколько это неправильно или правильно мирянину со священником спорить а зачем спорить спорить не надо ты сказал истину отошел спорить спорить тот кто ничего не знает а кто знает тот возмещает истину и вот теперь что нужно не им указание из кремля дали приехала комиссия чтобы прекратили это противостояние дальше то они не пошли митрополит который там кирилл там его называют владимир их кирилл видимо чтобы он снял с себя все регалии в монашеском одеянии вышел перед народом собрали народ головой до земли и попросил прощения и сложил себя сан это он разжег все и ушел затвор и чтобы дать ему квартиру лиги чтобы он каждый день мог видеть там где парк был где хотели строить чтобы каждый день каялся а те которые сидят немедленно освободить кого арестовали заплатить им сколько потеряли они где я не знаю поскольку там назначить цену и отправили всех самые лучшие санатории хотя бы на месяц чтобы люди увидели что героический подвиг поощряется государством они все еще сидят в заточении больше ста человек вот тогда будет законченное дело священники которые участвовали в песнопениях священники все должны сделать то же самое выйти к народу которые приходили и пели тут они перед этим были выходили благословил ты мог не пойти понял игнать технович последний вопрос прошу еще вот это вот проповедуете вы в чарт рулетки там иноверцев много людей не очень здоровых там вот для того чтобы проповедовать надо прям знать хорошо библию евангелие ветхий завет или это любой православный сможет я вот просто смотрю вы это делаете так непринужденно даже вот когда рассказываете там там мусульманам о христианстве да никого не оскорбляете а послушав вас желание задуматься есть то есть что тут не так вот действительно вот почему так отличие так или наоборот совпадение вот с библией там вот почему современное священство этого не делает вот это легко на самом деле или они не умеют или просто не хотят как думаете я вот просто взбалки я могу ответить не умеют и не хотят они вполне довольствуются тем что есть что-то замерло ну все на этом все давайте расставаться я отхожу и оставьте вопросы до следующего раза и заходить сначала предупреждать нужно меня песенном виде все отключили нас видите как вот вот вот